21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. И наш телеканал решил открыть завесу тайн. Рассказать, как создаются телевизионные передачи, кто работает над сюжетами и что остается за кадром. С 1998 года с событиями района и города жителей Фурманова знакомит местный телеканал. За эти годы он несколько раз менял свое название – Телесереда Фурманов ТВ. Однако сути это не меняло. В основе материалов локальной редакции – выпуски местных новостей, реклама, прогноз погоды, собственные тематические проекты, открытый разговор души народной родники, новости короткой строкой, социальные опросы и музыкальные поздравления. Главный редактор нашего телеканала Юрий Пашин, который стоял у истоков создания Фурмановского телевидения, рассказывает, что работать начинали в так называемых спартанских условиях. На двух видеомагнитофонах работали, многие наверняка еще помнят такую технику. Были еще такие большие VHS-кассеты, в народе их VHS называли. Естественно, без монтажа начистою приходилось монтировать, но, наверное, монтажом это было трудно назвать. Диктор должен был начитывать от начала до конца. Если где-то ошибался, то приходилось весь репортаж начинать с самого начала. Потом еще эту кассету нужно было нести на головную станцию, туда, к нам на Возрождение, в девятиэтажке, и оттуда уже запускать в трансляцию. Ну, со временем появились, конечно, цифровые камеры, сотрудники сели за компьютеры. Но и тогда, и сейчас неизменно было одно – огромное желание работать, сделать что-то полезное для жителей, вынести какие-то проблемы на общественное обсуждение. И рассказать, конечно же, об интересных событиях, творческих, талантливых людях нашего города. Ну, и просто создать хорошее настроение. Основным продуктом местного телеканала всегда были и будут новостные выпуски. Несомненно, каждому жителю интересны события, которые происходят в его городе и районе. Поэтому подготовке новостной сводки уделяется большее количество времени. С 2005 года над информационной частью телеканала работает Светлана Баварская. На мероприятиях она осваивает план, а уже в офисе пишет качественный текст. Мне повезло, что на момент начала деятельности были живы ветераны Великой Отечественной. И мы сняли большое количество репортажей с их участием. Ну, и, конечно, героями наших материалов стали простые люди с необычной судьбой, а также фурмановские художники и поэты. А город у нас, надо сказать, очень творческий. За это время было создано большое количество различных проектов, в том числе и детских. Работа на ТВ – это постоянное движение. Одни рубрики уходят, их место занимают другие. Так, к примеру, сейчас мы плодотворно работаем над двумя новыми проектами, которые, кстати, получили много положительных отзывов. Это с художником Виталием Павловичем Журавлевым и с частным издателем Сергеем Шамилевичем Николаевым. Сейчас ежедневная программа «Вести Фурманов» транслируется шесть раз в день, начиная с семи утра каждые три часа. Новые репортажи преимущественно приходятся на семь часов вечера. В исключительных случаях по мере готовности свежие материалы выходят в дневных выпусках. Над каждым репортажем идет тщательная работа. Выезд на место, подбор спикеров, набор картинки, создание авторского текста, проверка редактором, начитка за кадром и видеомонтаж. Да, именно здесь корреспонденты начитывают текст. Ничего сложного. Настроил громкость, выбрал для себя удобный стиль и приступил к делу. Как правило, видеомонтаж занимает больше времени и сил. Об этом знает монтажер телеканала «Фурманов ТВ» Виталюс Гринкас. Расскажи в двух словах вообще, что такое монтаж. Видеоматериал нужно просмотреть, свериться с всех заданиям, послушать интервью, вырезать самое необходимое. Постараться сделать так, чтобы картинка как-то со смыслом немного совпадала с дикторским текстом по смыслу. Ну и вообще, в целом, к многим проектам свой нужен подход. Не только новостями занимаемся. То есть, это какие-то заставки для рубрики, какие-то тематические передачи, рекламные ролики. То есть, везде как бы свой монтаж. Там с анимацией приходится повозиться. Особую роль в сетке вещания телеканала занимают социальные опросы. Корреспонденты редакции выходят на улицы города и опрашивают жителей района по определенному поводу или без него. Темы могут быть самые разные. Например, приближающиеся новогодние праздники, День русского алфавита, Международный женский день и другие, которые требуют от фурмановцев ответа и мнения. Такой формат всегда привлекает и радует жителей. Ведь увидеть себя в телевизоре стало просто и доступно. Стоит отметить и сложность социального опроса. Не все и не всегда готовы откликнуться на просьбу корреспондента и оператора. Часто люди пугаются камеры и микрофона. Так как я нахожусь здесь не так давно, для меня это все равно небольшой стресс. Неболее с этими соцопросами приходится иногда вылавливать людей для того, чтобы просто задать им небольшой вопросик. Знать, как у них прошел день, какой праздник они любят. То есть это все очень сложно. Многие люди боятся камеры. На самом деле здесь ничего нет страшного. И сказать пару слов, пожелать привет и ответить на вопрос не составляет трудно. Основными источниками информации по-прежнему являются заинтересованные учреждения и организации. Центральный дворец культуры, полиция, МЧС, прокуратура, картинная галерея, музей, библиотека, издательский дом Николаевых и многие другие. С ними Фурманов ТВ активно сотрудничает на протяжении долгих лет. И вот я сейчас пока ходил, ждал вас, и вы знаете, что я подумал? А вот те 15 лет, вот сколько я с вами работаю, я вдруг обратил внимание, понимаете, вот сейчас как-то... А вы всегда добрые, вы всегда благожелательные, вы всегда понимающие. Слушайте, в наше время это нунсенс, это редкость. Спасибо вам, ребята. Здоровья вам, здоровья. Успехов в работе. И я прекрасно понимаю, что вам порой бывает очень тяжело. Держитесь. Держимся. Стоим. Спасибо. Кому-то фурмановское телевидение помогло в жизни. Так мастерица на все руки Марина Киселева нашла работу своей мечты. Теперь она педагог дополнительного образования Центра детского творчества. 10 лет назад Марина впервые встретилась с нашим телеканалом на своей выставке в городской библиотеке. И сразу покорила сердца не только телезрителей, но и будущего руководства. И телевидение сняло довольно такой веселый ролик, интересный. То есть там детки ходили с сумочками, ну, показали работы мои. И на следующий день с утра я, конечно, не ожидала, что мне позвонят. Но вот с утра раздался такой интересный звонок. Номер незнакомый, а голос вроде как и знакомый. И мне предложили поработать в Центре детского творчества педагогом. Для меня это было очень неожиданно, потому что у меня уже как бы была на тот момент и профессия, и работа. И как бы я не думала о том, что можно поменять вдруг все в один день, и в один миг, в один час. Но так получилось. Я пришла, Лариса Николаевна со мной побеседовала, дала мне время подумать. Потому что мне нужно было уехать на выставку. Но вот вернувшись с выставки, конечно, уже началась новая жизнь. С каждым годом телеканал Фурманов ТВ старается делать контент качественнее. Если раньше съемка любой передачи была непростой и даже слегка креативной задачей, то сейчас в распоряжении местных журналистов есть целая студия, откуда команда редакции может вещать о самом важном и интересном. Так, давайте сначала начнем сдалека. Расскажите вообще, в чем заключается ваша работа. Вообще, какие еще планируются проекты благоустройства, которые сделают, несомненно, наш город привлекательным и комфортным. У нас есть несколько внутренних правил. Это, конечно же, уважение друг к другу, уважение к своим наставникам. От нашей телекомпании и акционерного общества «Прогресс». Вот это в знак вашей потрясающей работы. Скажем, что много материала остается за кадром. Корреспонденты и операторы любят так называемые неудачные дубли. После съемки над этим можно и посмеяться, и сделать выводы на будущее. Все очень удобно дойти с городского пляжа. Поэтому хотелось бы сказать огромное спасибо нашей администрации. Спасибо большое вам. Мне нужно, чтобы вы сначала представились, фамилия, имя и должность ваша. Тренер. Нет, болельщик. А тренер где? Тренер. Сколько за четыре столетия проведено уроков? Сколько за четыре столетия проведено уроков? Сколько за четыре? В руках наших красавиц, замечательных девушек, букеты из их самых любимых цветов. Вообще-то я люблю тюльпаны. А я розы. Правда? Так ты не Ксюша, которая любит розы? Ты не Аксюша. Такое безобразие. Вот эти мафиози приезжают на своих мерседесах, этих х**анных. Да. Они вот начинают, небо подошел, он вот перекидывает туда, начинает умирать. В картике логопеда игровые приемы занимают особое место. Использование развивающих игр помогает сделать обучение ребят не только полезным, но и интересным. Например? Сегодня пять сотрудников Фурманов ТВ ежедневно работают над тем, чтобы зрители первыми узнавали главные новости Фурмановского района. И делают это с удовольствием и большой любовью к профессии. Пользуясь случаем, мне бы хотелось поздравить всех сотрудников нашего телеканала с профессиональным праздником. Поблагодарить их за честный труд, самоотверженность, самоотдачу, творческое отношение к делу. Конечно же, всех наших друзей, коллег, ну и обязательно телезрителей, потому что это и ваш праздник, дорогие друзья. Я думаю, что мы должны поблагодарить вас за помощь, поддержку, добрые слова, за критику в том числе, за то, что звоните в нашу редакцию, иногда ругаете нас. Вместе будем двигаться вперед и делать наш город лучше, а жизнь интереснее. Вот уже более 25 лет телеканал Фурманов ТВ рассказывает зрителям о важных событиях района. Наша задача – расширять кругозор человека, снабжать его актуальной информацией, помогать воспитывать молодое поколение. С любовью, команда телеканала Фурманов ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok